Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Задой и это видеопрогноз на предстоящую торговую неделю. В сегодняшнем видео мы посмотрим на ситуацию на валютном, товарном, фондовом, криптовалютном рынках. Я дам свои прогнозы, дам свои рекомендации, подскажу, на каких инструментах можно будет заработать денег на этой неделе. Единственное, помните, что все решения вы принимаете самостоятельно. Ну и, конечно же, мы посмотрим на те новости, которые нас ожидают в течение будущих пяти рабочих дней. Итак, собственно, давайте пристегнемся и, так сказать, поехали. Ну а вы не забудьте авансом поставить лайк, потому что видео будет крайне полезное и интересное. Итак, давайте начнем с календаря событий. Надо сказать, что я уже по нему немножко пробежался и новостей на этой неделе действительно достаточно много. Собственно, сегодня утром в понедельник уже было принято решение от Банка Китая сохранить ключевую ставку на уровне 3,65%. Сегодня заявлено аж целых два выступления главы ЕЦБ госпожи Лагард. Во вторник нас ожидают данные, собственно, из Австралии. Это протокол заседания по денежно-кредитной политике, индекс экономических настроений ЗЮ в Германии, базовый индекс потребительских цен в Канаде. Очередное выступление госпожи Лагард. Ну и, собственно, в общем-то все. И обратите внимание, во вторник выходной день в Японии, день весеннего равноденствия. Ну, как говорится, наконец дожили до равноденствия. Скоро, так сказать, начнется настоящая весна, а за ней будем надеяться и лето. В среду нас ждут данные по инфляции в Великобритании. Вновь выступление Лагард. Что-то она раз выступается на этой неделе. Решение по процентной ставке от Федеральной резервной системы. И, конечно же, будет пресс-конференция ФРС. В четверг новостной фонд будет открыт, будет распечатан решением Центрального банка Швейцарии по процентной ставке. Начнется саммит лидеров ЕС. Будет принято решение по процентной ставке от Банка Великобритании. Ну и, в общем-то, все. Далее, в пятницу объем розничных продаж в Великобритании. Будет продолжаться саммит лидеров ЕС. И, в общем-то, на этом все. Ну, конечно же, на этой неделе самые главные события – это решение Центробанка по процентным ставкам. Напомню, на этой неделе нас ожидает решение от Федрезерва в среду вечером. В четверг утром решение от Банка Швейцарии нас ожидает. И, соответственно, решение по процентной ставке от Банка Великобритании. Это тоже в четверг после обеда. Итак, давайте теперь, собственно, посмотрим на картинку на финансовых рынках. По традиции начнем мы с валютного рынка, валютной пары евро-доллар. Прошедшую неделю котировки завершили, в общем-то, с довольно высокой волатильностью, но в целом практически с нулевой динамикой. Если смотреть относительно того, как мы завершали торги недели ранее, то мы даже немножечко подросли. Однако, прошлая неделя целиком завершилась снижением. То есть, как хотите, так и понимаете эту информацию. Надеюсь, вы ее видите на графике. По недельному графику, на мой взгляд, по-прежнему по евро-баксу продолжается восходящий тренд. По графику дневному у нас здесь расширяющийся боковой диапазон. Не люблю я такие вот фигурки на дневном графике, который мы сейчас видим. И на графике 4-х часов, конечно же, здесь тренд восходящий. Что касается индикаторов. Скользящие среди на недельном таймфрейме. 190 снижается, 21 пытается подрастать. По дневному графику 190 растет, 21 растет. По графику 4-х часов, и 190, и 21 также у нас с вами растут. Что касается индикатора RSI. На недельном таймфрейме здесь оба индикатора в нейтральной зоне. То есть, нет явных признаков ни к росту, ни к падению. По дневному графику аналогичная ситуация. Оба индикатора в нейтральной зоне нет признаков ни к росту, ни к падению. И по графику 4-х часов, здесь у нас 13 в нейтральной зоне. Тройка в небольшой, совсем незначительной перекупленности. Что касается рекомендаций. Ну, во-первых, покупка по FIBA здесь по-прежнему актуальна. до 38 фибы, мы вот сколько раз уже пытались дотянуться, так и не дотянулись. Кстати, вот эта история, когда до фибы, после такого довольно немаленького взлета наверх, когда мы не дотягиваемся даже до 38 фибы, это чаще всего указывает на силу покупателей, которые готовы толкать котировки наверх. Поэтому в долгосрочной перспективе я не удивлюсь, что европейская валюта довольно существенно может укрепиться против доллара. С другой стороны, мы помним с вами про этот треугольник, не отработанный до конца. И здесь как раз-таки обратная ситуация, мы можем наоборот свалиться от тех уровней, где находимся сейчас в долгосрочной перспективе. Поэтому, в общем-то, какого-то однозначного ответа, куда пойдет евро в долгосрочной перспективе, я бы сейчас не давал. Что касается вот этой истории с уровнем 1.07, про которую мы с вами ранее говорили, что в рамках этого уровня нужно смотреть, что котировки с ним будут делать, то ли они его пробьют, то ли не пробьют, то ли закрепятся, то ли не закрепятся, то здесь я скажу следующую вещь. Что мы на прошлой неделе и закреплялись выше него, и пробивали его в обратную сторону, и пытаемся тестировать сейчас его заново. И мне кажется, что этот уровень с точки зрения ключевого уровня для принятия решений уже, в общем-то, у нас с вами отвалился. И, соответственно, сейчас мы можем рассматривать либо покупки евро-доллара на недельном графике, ориентируясь на линии Fibonacci. По дневному графику я бы, в принципе, вообще ничего сейчас не делал. Ну а по графику 4-часового можно локально ловить какие-то покупки здесь, допустим, если будут снижения, ну скажем, в район вот этих вот уровней. Но, опять же, мы сегодня утром здесь уже были, поэтому вот эта вот история, ну если, собственно, будет возврат, будет снова попытка сюда зайти, можно будет попробовать купить. Но, опять же, друзья мои, эта история может и не сработать. Собственно, вот если вернемся мы сюда, можно покупать. По крайней мере, здесь понятная история со стоп-лоссом и потенциальным тейком. Тейк здесь, очевидно, будет несколько больше. Ну а другого ничего пока я вам предложить, к сожалению, по евро не могу. Ну и, конечно же, а что здесь предлагать, если нас ожидает решение по ставке от ФРС уже в среду. И, собственно, я думаю, что в понедельник, вторник, маловероятно, что какие-то существенные движения на евро-долларе будут. А вот после среды, после решения по процентной ставке, вот там уже начнется что-то интересное. Переходим к британскому фунту. Британец на прошедшей неделе, собственно, довольно-таки неплохо вырос, в отличие от единой европейской валюты. На недельном таймфрейме у нас здесь начинается уже, по сути, я вот каждый раз забываю, был ли у нас максимум выше предыдущего или нет. Здесь у нас отметка 1.24452, здесь у нас максимум, это отметка 1.24466. То есть, да, максимум у нас вот этот выше, вот по этим минимумам мы, наоборот, с вами, соответственно, снижаемся. То есть, у нас, если на евро-долларе на дневном графике расширяющийся боковой диапазон, то на фунт-долларе на недельном графике у нас расширяющийся боковой диапазон, и лучше здесь особо ничего не делать. Но у нас тут очень далекие, с вами стоят отложенные ордера на покупку, на продажу. Собственно, они прекрасно видны на графике, то есть, можно покупать 38-й фибы, если дотянемся, и можно пробовать продавать от максимумов, которые были в середине прошлого года. Я думаю, что вот расширяющийся боковой диапазон здесь особо никак на эти сделки не влияет сейчас. Что касается дневной картинки, то здесь у нас с вами пытается нарисоваться восходящий тренд. По графику четырехчасовому также мы наблюдаем восходящий тренд. По индикаторам скользящая средняя на недельном графике 190-й снижается, 21-й растет. По графику дневному здесь у нас обе скользящие средние растут. По графику четырехчасовому также обе скользящие средние указывают на рост котировок. Индикатор RSI на недельном таймфрейме 13-й в нейтральной зоне, тройка в небольшой перекупленности. По дневному графику 13-й в нейтральной зоне, тройка в перекупленности. По графику четырехчасовому оба индикатора в зоне перекупленности. Но не сказать, что какой-то прям очень значительный. И обратите еще внимание на одну такую прекрасную картинку. Это дивергенция, которую мы с вами так любим. Это дивергенция, которая говорит о том, что она сейчас еще в процессе формирования. Подтверждающих сигналов я здесь пока не вижу. И в целом она может как случиться, так и может не случиться. Поэтому пока за ней просто наблюдаем, возможно будем по ней торговать. Что касается рекомендаций. Про недельный график уже сказал. По дневному графику. Здесь надо посмотреть начало этого формирования восходящего тренда. Мы напомню, здесь говорили о том, что куда мы выйдем из диапазона 1.2500, 1.20, 1.500. Туда котировки и направятся. Но здесь случилась на прошлой неделе та же история, как и с евро. Мы сначала пробили наверх, потом вернулись вниз. Тестировали нижнюю границу и снова сейчас растем. То есть скорее всего все-таки здесь будет актуально в некой среднесрочной перспективе покупка. Но опять же возвращаясь к новостям. Мы с вами помним, что на этой неделе у нас решение от Федрезерва. Решение от Банка Англии. Поэтому, честно говоря, по британскому фунту, ну его, как говорится, что-то здесь вообще в принципе торговать. По крайней мере до вот этих новостей. Единственное, что можно попробовать, с чем поработать, это дивергенция, которая как раз-таки возможно на самих новостях. Собственно даст движение вниз, а тут на секундочку полторы тысячи пунктов. Вот это уже, друзья мои, интересно. Поэтому базовая история, за которой я здесь, наверное, буду смотреть на этой неделе, это дивергенция и, собственно, наверное, все. Ну и, собственно, буду смотреть на решения по ставкам и на реакцию рынков на эти самые решения. Мы тем временем переходим к доллар-иене, который шикарнейшим образом отработал 38-ю фибу. На недельном графике продолжается нисходящий тренд. По дневному графику нисходящий тренд. По графику четырехчасовому также нисходящий тренд. По индикаторам скользящие среди на недельном графике. С 90-й растет, 21-й снижается. По дневному графику обе скользящие средние снижаются. По четырехчасовому графику также обе скользящие средние указывают на снижение котировок. Что касается индикатора RSI. На недельном таймфрейме 13-й у нас находится в нейтральной зоне тройка в небольшой перепроданности. По дневному графику оба индикатора, ну давайте так, тройка прям точно в перепродности, прям сильный достаточно уже, а вот тренды только-только заходят в ту самую зону перепродности. Дивергенции, конвергенции ничего здесь нет. А вот на графике четырехчасовом, обратите внимание, друзья мои, что здесь прям на лицо у нас вот такая вот чудесная конвергенция, которую собственно можно было бы здесь торговать оба индикатора в зоне перепродности. Поэтому наверное на этой неделе, по крайней мере где-то в начале недели, до серединки можно пробовать ловить покупки. Ну и соответственно возможно эта покупка будет актуальна на решении ФРС по процентным ставкам. Что касается недельных сделок. На недельном графике 38 уже отработало, здесь можно ждать в походе на полтинник, но уже честно говоря маловероятно. По недельному графику я бы уже здесь вообще ничего бы не делал. По графику дневному здесь можно работать от продажи, продавать собственно по дневному графику на мой взгляд можно где-то вот в этом вот диапазоне. То есть чуть выше отметки 23.6, почему бы нам с вами не открыть позиции. Это вот то, что можно сделать соответственно нам с вами здесь. И дальше по графику четырехчасовому, ну соответственно конвергенция. То есть базовая история какая? Мы скорее всего сейчас начнем отрабатывать с вами конвергенцию. Уйдем куда-нибудь, ну в район отметки 133.500, 133.700 и отсюда можно будет уже искать сделки на продажу. Вот как-то так я смотрю на доллар-иену на этой неделе. Смотрим на доллар-франк, который на прошлой неделе получается, да, у нас пытался обновить минимум с начала текущего года. Этого не удалось отстреливать него просто как ошпаренный на недельном графике у нас с вами. Ну я бы уже не стал говорить здесь наверное о каком-то тренде. Хотя формально мы здесь находимся в восходящем тренде, если смотреть по максимуму, минимуму, которые наблюдаются последние. На графике дневном здесь у нас с вами нисходящий тренд, несмотря на тот рост, который был на прошлой неделе. Но на графике четырехчасовом, ну здесь я вообще не стал бы выделять какую-то конкретную тенденцию. Здесь был маленький такой вот треугольничек, он мне кажется хорошо будет видно на часовике. Да, вот он на часовике, и мы из него вышли наверх. А раз вышли наверх, значит куда пойдем? Ну скорее всего соответственно наверх. Что касается индикаторов, скользящие на неделе снижаются, на дневном графике 190 снижаются, да и 21 снижается. По графику четырехчасовому обе скользящие пытаются разворачиваться наверх. Индикатор RSI на неделе в нейтральной зоне, на дневном графике в нейтральной зоне. По графику четырехчасовому оба индикатора также находятся в нейтральной зоне. Что касается рекомендаций. В рамках недельного графика можно продавать, опять же вот в этом вот диапазоне, мы его очень давно с вами помечали. Давайте я его растяну там до конца текущего года. Хотя, ну мало вероятно, что прям до конца текущего года мы будем ждать эту сделку. Хотя я и такое тоже видал, когда мы FIBA на неделе ждали больше года. Но потом зато она принесла очень-очень хорошую прибыль, правда не на швейцарцы, а на австралийцы. Вот кто был у меня на потоках мастер-группы в 21-м, там, да, 22-м году. Помните наверняка эту сделку, которую мы с вами открывали по австралийскому доллару на недельном таймфрейме, или даже на месячном. Мы больше года ждали эту сделку, висел отложенный ордер. Но когда он сработал, он принес просто отличный профит. Вот, там, более трех тысяч пунктов мы заработали на этой сделке, и это была просто идеальная позиция по FIBA. Значит, по дневному таймфрейму. На прошлой неделе, напомню, я говорил о том, что есть смысл пробовать продавать вот в этом диапазоне. В итоге этот диапазон был пробит, правда, потом мы его отретестили в обратную сторону. И, собственно, третестили мы в обратную сторону и отметку 93, 92, точнее, 800, там, да, 92, 900. И даже вернулись ниже нее, а сейчас третестим ее как уже уровень сопротивления. Ну, собственно, здесь была возможность выйти и с небольшим минусом, и возможность была, там, выйти в ноли даже с каким-то плюсом. В итоге по дневному графику я бы сейчас, наверное, никаких сделок бы не открывал. Ну, а вот что касается более маленьких таймфреймов, там, четырехчасового, часового, то здесь бы я смотрел, конечно же, на открытие сделок на покупку. И причем, единственное, что, конечно, смотрите обязательно на подтверждающий сигнал. Я вот это очень часто повторяю, вот эту историю, но далеко не все на нее обращают внимание. Вот в этом вот диапазоне, где-то в районе 92,500, можно попробовать купить валютную пару доллар-франк. И, соответственно, вот этот уровень, да, сейчас, да, это пробитая 50-я фиба от вот этой волны снижения, да, на прошлой неделе. Обратите внимание, мы 38 прошли, не заметив, от полтинника отскочили, от 61-го отскочили, и сейчас вернулись, собственно, к отметке 50. И возвращаемся, точнее, к отметке 50, даже как, возвращались и еще пытаемся вернуться. Поэтому, если еще раз вернемся, ну, почему бы здесь не попробовать не прикупить? По крайней мере, соотношение риска прибыли здесь интересное, а все остальное будем, собственно, смотреть. Австралийский доллар, недельный график, на недельном таймфрейме мы формируем с вами здесь расширяющийся боковой диапазон. По дневному графику мы начали расти, что интересно. И по графику четырехчасовому здесь у нас, ну, наверное, я бы сказал, что здесь тоже расширяющийся боковой диапазон, судя по последним максимуму минимума. По скользящим на неделе падаем на дне. С 90 падает, 21 разворачивается наверх, по графику четырехчасовому с 90 падает, 21 растет. РСА на недельном таймфрейме 13.3 в нейтральной зоне, по дневному графику 13 в нейтральной зоне, тройка в небольшой перекупленности. По графику четырехчасовому 13 в нейтральной зоне, тройка даже в зоне перепроданности. Что касается рекомендаций, ну, в рамках недельного графика. По-прежнему актуальна продажа в районе 67-800, это у нас 38,2 по FIBA от последней волны снижения на недельном графике, на дневном графике. Вот эта история здесь, мне кажется, интересная и актуальная. По дневному графику я бы здесь, конечно, может быть, уже смотрел бы на покупки, но покупать есть смысл, наверное, только при снижении котировок вот в этот район. Соответственно, если мы снизимся вот сюда, вот к этим вот минимумам, почему бы отсюда не прикупить? Соответственно, это же будет одновременно и область для фиксации прибыли по открытым покупкам, продажам, прошу прощения, конечно же, по открытым продажам, если они откроются с отметкой 38,2. По четырехчасовому графику я бы сейчас вообще здесь, в принципе, ничего бы не делал. Посмотрим на канадца, который, в общем-то, уже несколько недель фактически никак не возобновит свой рост. На недельном графике мы находимся в восходящем тренде, на графике дневном у нас здесь боковик по графику четырехчасовому. Ну, я бы тоже сказал, что у нас боковик. По скользящим средним на неделе растем, на дне растем, по графику четырехчасовому 190 растет, 21 снижается. По RSI на неделе у нас 13 находится в пограничной зоне между нейтральной зоной перекупленности, тройка в зоне перекупленности пока еще, но возвращается к нейтральной зоне. По графику дневному здесь оба индикатора в нейтральной зоне, по графику четырехчасовому также оба индикатора в нейтральной зоне. Что касается рекомендаций, в целом они глобально остаются без изменений. На прошлой неделе была возможность здесь покупать вот этих минимумов, да, кто здесь зашел, большие молодцы, на текущий момент порядка 600 пунктов прибыли, а на пике было более полутора тысяч. Но напомню, потенциал у нас вырасти в районе отметки 1.41, поэтому здесь еще расти и расти, поэтому вот эту историю здесь можно с ней работать. Теперь золото. Первый вопрос, который я сегодня получил, когда зашел в офис нашей компании, это когда золото начнет падать. Я думаю, многие сейчас находятся в продажах, ожидая там какого-то снижения золота, но мы же с вами, напомню, ожидали именно рост золота. Я рекомендовал покупать золото в районе отметки 38.2. Что касается картинки здесь, на неделе мы, конечно же, растем, на дневном графике растем, на графике 4-х часов растем, по скользящим на неделе, на дне на H4. Разумеется, здесь тоже наблюдается рост, правда 21-й на H4 пытается развернуться теперь в обратную сторону. По RSI на недельном таймфрейме оба индикатора в зоне перекупленности. Обратите, пожалуйста, внимание на вот эту чудесную дивергенцию, которая здесь формируется. И эта дивергенция будет одной из базовых историй для нас с вами на этой неделе. Давайте мы ее отметим, чтобы она была видна только на недельном графике, чтобы нас на других таймфреймах она не смущала своими огромными масштабами. А по графику дневному здесь у нас с вами оба индикатора в зоне перекупленности, причем достаточно серьезный. И по графику 4-х часовому, ну вот для любителей дивергенции, вот вам еще одна дивергенция, кстати, уже с подтверждающим сигналом. Поэтому вопрос, который я получил в начале сегодняшнего дня, когда будет подать золото, он был не случайный. Нарисовали шпиль и, соответственно, вот можно прям с текущих, прям вот как есть, открывать, по идее, сделки на продажу, потому что потенциал снижения по золоту достаточно большой. Возможно, конечно, ретесты, и стоп здесь тоже немаленький. На это обратите, пожалуйста, внимание, так что в зависимости от того, где вы будете заходить, смотрите и считайте, пожалуйста, свою прибыль. Ну а вот эта история с покупкой, ну мне кажется, ее самое время закрывать. Большие молодцы, кто здесь открывали сделки на покупку. Кстати, скоро совсем, наверное, ей будет смысл здесь нарисовать еще вот эту фибу. Давайте, собственно, это сейчас сделаем. И понимаете, да, что здесь после такого взлета огромного, скорее всего, и снижение будет тоже существенное. Я бы, наверное, смотрел здесь на 50-ю фибу. Вот отсюда бы я, наверное, открывал бы сделки на покупку. Если, конечно, мы сюда придем. И это же зона для фиксации прибыли по продажам. Посмотрим на нефтяные цены, которые мы долго ждали, когда тут начнется какое-то движение. В итоге нефть начала снижаться. На недельном графике нисходящий тренд, на дневном графике нисходящий тренд, на графике четырех часов нисходящий тренд. По скользящим на неделе мы падаем, на дне падаем, на графике четырех часов падаем. РСА на недельном таймфрейме оба индикатора в зоне перепроданности. Обратите внимание, что здесь пытается нарисоваться конвергенция. Возможно, она нарисуется, и это придаст импульс для подъема нефтяных котировок. Но пока это не точно. По графику дневному здесь оба индикатора довольно серьезной перепроданности. Ну, падать, конечно, есть куда, но уже перепроданности так существенные. И на графике четырех часовом, внимание, присутствует конвергенция прямо в моменте, прямо сейчас. Можно, по идее, пробовать открывать сделки на покупку. Возможно, возврат куда-нибудь в район 75 долларов за баррель, но дальше нужно будет посмотреть. Соответственно, пока базовая история, скорее продажа, но локально можно, если вы висите в продажу, закрыли сейчас, потому что мы пришли на уровень 70 долларов за баррель и перезайти в районе отметки 75 уже, правда, на продажу. То есть вот здесь мы можем покупать, вот здесь соответственно фиксировать прибыль по открытым сделкам на продажу и открывать, зафиксировать прибыль по открытым сделкам на покупку и открывать сделки на продажу. Вот как-то так. Теперь смотрим на американский фондовый рынок. На недельном графике у нас здесь с вами восходящий пока еще тренд, по дневному графику нисходящий тренд, по графику четырехчасовому мы растем пока. По скользящим на неделе, 190 растет, 21 снижается, на графике дневном 190 снижается, 21 пытается развернуться наверх, по графику 4-х часов здесь обе скользящие средние снижаются. RSI на недельном таймфрейме, у нас оба индикатора в нейтральной зоне, по дневному графику оба индикатора в нейтральной зоне и 4-х часовый таймфрейм, такая же ситуация оба индикатора в нейтральной зоне. Что касается рекомендаций здесь, ну, во-первых, вот эта рекомендация покупать, она по-прежнему актуальна, кто здесь заходил, большие молодцы, на прошлой неделе была возможность. Потенциал, ну, как мне кажется, львиная его доля реализована, заходить, конечно, сейчас никакого смысла нет, но вот куда-нибудь в район 4050, да, 4050, да, мы вполне себе можем по индексу S&P еще прийти. Ну, а дальше надо будет смотреть, опять же, решение поставки Федрезерва, наверное, и будет определяющим для американского фондового рынка, поэтому на этой неделе каких-то прям звучных рекомендаций здесь, наверное, пока давать не буду. Биткоин взлетел на прошлой неделе просто фантастически, продолжает торговаться на довольно высоких значениях, на недельном таймфрейме у нас здесь с вами расширяющийся боковой диапазон, пока не стоит обольщаться и видеть здесь восходящий тренд. На графике дневном мы, конечно же, растем, по графику 4-х часов мы также с вами растем, по скользящим на неделе растем, на дне растем, на графике 4-х часов растем, по RSI на недельном таймфрейме, помните, мы рисовали с вами здесь дивергенцию на дневном таймфрейме, она себя отработала, большие молодцы, кто здесь, собственно, работали с этим дивером. Также мы здесь рисовали с вами конвергенцию, которая отработалась, да, вот эту же историю тоже можно закрывать. И я говорил о том, что уровень 27500 довольно важный уровень для битка, на недельном графике, когда мы закрепились выше него, собственно, и произошел этот полетный эффект. Так что биткоин, друзья мои, по технике ходит просто шикарно. И вот эта вот история с покупками, если вы здесь покупали уровень 27500, могла принести вам буквально за прошлую неделю более 30% к депозиту, да, ну, если я правильно все считаю. И это весьма-таки неплохо, что касается рекомендаций тут. А тут локальные были рекомендованы при этом продажи, поэтому, ну, давайте так, все должно быть в балансе. Дал хорошую прибыльную сделку, должен дать ей какую-нибудь не очень хорошую сделку, которая принесла убыток. Но здесь ради справедливости надо сказать, что была возможность, да, тут уперлись в уровень, были откаты, были пробои там и так далее. И здесь возвращались после пробои уровня, поэтому я надеюсь, что все успели здесь, так сказать, вовремя закрыть данные сделки. Что касается рекомендаций на текущий момент. По недельному графику мы наблюдаем, что оба индикатора находятся в зоне перекупленности, поэтому, возможно, биткоин ждет передышка. По дневному графику такая же ситуация. Обратите внимание, что покупатели вот здесь вот, их не так-то много, да, их гораздо меньше, чем, допустим, было у нас с вами вот здесь вот в начале января. И вот этот взлет биткоина, мне, честно говоря, вызывает некоторые вопросы. И мне кажется, что рынки сейчас, они всех заманивают в какую-то довольно непонятную историю. Посмотрите на золото, посмотрите на американский фондовый рынок, посмотрите на валютный рынок, да. По многим инструментам, вроде бы как, мы там должны продолжить глобальные какие-то тренды, в то же самое время, вот вам, пожалуйста, картинка H4 и дивергенция. Она, конечно, формально отработана вот этим снижением, эта дивергенция. Но, на мой взгляд, на этом еще пока не все, собственно, биткоин еще может снизиться. Поэтому я бы посмотрел на эту дивергенцию. Если будут хорошие точки входа, заходите. Что касается дальнейшей динамики битка, ну, давайте вот посмотрим, как биток завершит торги на этой неделе после взлета на неделе предыдущей. Если и эту неделю завершим ростом, ну, там, я поверю в рост дальнейшей криптовалюты. Если нет, тогда, извините, но я вернусь к рассказу о том, что 12-13 тысяч долларов за единицу битка, это те котировки, которые мы должны с вами увидеть. Взглянем на доллар-рубль, здесь глобально ничего не меняется. Я по-прежнему жду, что, возможно, нам нальют долларов по 65-68 в среднесрочной перспективе, но ожидаю рост в районе 80. Соответственно, вот, если по 65 купить, по 80 выйти в этом году, будет весьма-таки неплохо. Какие-то краткосрочные истории здесь отрабатывать я не вижу вообще никакого смысла. Ну, и российский фондовый рынок в прошлой неделе завершил практически нулевой динамикой. На этой неделе начал пятидневку ростом. Собственно, вот мы с вами рисовали здесь диапазон такой, да, собственно, куда мы из этого диапазона выйдем, туда и пойдем. Ну, так давайте посмотрим, сможем ли мы закрепиться на этой неделе выше этого диапазона. Закрепимся, вполне возможно, российский фондовый рынок отрастет. Не закрепимся, но, извините, будет дальнейшее снижение или, как минимум, стагнация российского фондового рынка. Итак, по еженедельным рекомендациям это все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, жду вас в комментариях. Ну, и всем удачной и, главное, прибыльной торговой недели. Всем пока-пока.